Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам второе видео из серии Дебютные катастрофы. Катастрофы в дебюте не могут, конечно, произойти без грубых ошибок. Но, тем не менее, они очень поучительны. Сегодня я покажу вам сразу 5 партий, начатые одним и тем же ходом. Б2-Б4. Первая партия Франтишек Прокоп против Карлоса Скалицка была сыграна ещё в 1926 году в Праге. Б4. Это начало называется дебют Сокольского. Иногда его называют также Орангутанг. С5. БЦ. Е5. Слон Б2. Конь С6. Конь Ф3. Е4. Конь Е5. Слон бьёт С5. Конь бьёт С6. Ферзь Б6. Ферзь Б6. Сильный ход. Нападая на слона Б2 и на поля Ф2. Ферзь С1. Лучше было Конь Д4. Ферзь Б2. Конь Б3. С несколько лучшей позицией у чёрных. Ферзь С1. На Ферзь С1 последовало слон бьёт Ф2. Шах. Король Д1. И так как висит пешка Ж7, чёрные пошли Ф6. Оказалось, что Конь Белых пойман. Е3. ДЦ. У чёрных лишняя пешка. Белые потеряли право на рокировку. Позиция чёрных выиграна. Ж3. Белые надеются поймать слона Ф2. Слон Ж4. Шах. Слон Е2. Слон Н3. Грозит слон Ж2. Слон Ф1. И сейчас сильный ход. Ферзь С5. Грозит ферзь Н5. Шах. Король Е2. Ферзь Ф5. Белые сдались. Угрожает ферзь Ф3. Мат. Следующая партия. После Б4. В следующей партии чёрные сыграли Д5. Эта партия Камуф-Виллинг сыграна в Германии в 1999 году. Слон Б2. Ферзь Д6. А3. Е5. Е3. Конь Ф6. Слон Е2. Слон Е7. Конь Ф3. Е4. Конь Е5. Конь БД7. Конь БД7. Конь БД7. Слон БД7. Слон БД7. Конь Е5. Здесь после рокировки чёрные стояли лучше. Они сыграли Конь Ж4. И белые ответили Ф4. Это слабый ход. Белые могли сыграть Слон БД7. Ладья Ж8. Слон Д4. Конь Е5. Конь Е5. Конь БД7. Несколько лучших позиций у чёрных. После Ф4 последовала слона Х4 шаг, и на Ж3 Ф6. Белые не могут побить слона из-за Ф4-х4 и Ф2 мат. Между тем грозит ход Сg3. На Кf1 последовало Сg3, и белые сдались. В следующей партии, на b4, чёрные сделали интересный ход. c6, и на b2, fb6, a3, a5. Пxb4 атакована, брать на a5 нельзя. Белые не нашли ничего лучшего, чем сыграть c3. Это случилось в партии Padilla-Paramas-Dominguez в Ла-Корунии в 1996 году. Интересно было c4, если abc5. Нельзя брать пешку на c5 ферзём, так как после ab теряется ладья на a8. После fc7, ab, ладья a1, слон a1. Примерно равная позиция. В белые пошли c3. И можно спросить, что делает этот слон на b2 здесь. Кf6, e3, d5. Чёрные просто развивают свои фигуры. Фb3, это не очень хороший ход. Сf5, чёрные уже стоят лучше. c4, ab, ab, ладья a1, слон a1. Конь a6, cd. Лучше было пойти уже b5, и после конь c5 чёрные стоят лучше. Потому что после cd чёрные ответили конь бьёт b4. Угрожает такой ход, как конь d3 или конь c2 шах. Белые пошли fb2. После d4, c5 чёрные продолжали стоять лучше. На fb2 чёрные сыграли fc5. Грозит ход, fb1, а1. И после fc1, конь c2. Белые защитили поле c2. И чёрные побили fc3. Белые сдались, так как после fc3 следует коневая вилка. Конь c2 шах. И чёрные забирают ферзя и выигрывают фигуру. В следующей партии после b4 чёрные ответили e5. Это партия пап-кульцар, сыграна в Будапеште в 1984 году. Белые ответили a3, d5, b2, d6, e3, e6, f4, f6, fe, fe. Слон бьёт e5, fg3, fc4, 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 fc3, fc4, fc3. Кр2 b3... Лучше было уже слон бьёт d6, ферзь бьёт h1, ферзь h5, шах, король d7, слон e5, и на ферзь g1, слон g7 с неясной позицией. После коня f3 чёрные сыграли слон g4, и белые ответили слон бьёт g7. После коня f3, ферзь бьёт f3, ферзь f3, слон g7, слон h1, слон h8 чёрные имеют лучшую позицию. У них фигура за 2 пешки. После слон g4, слон бьёт g7, слон бьёт f3, позиция чёрных уже выиграна. Слон d3, ферзь g4, слон f5, и следует удар слон бьёт g3, шах, после чего белые сдались. После аж, ферзь бьёт g3, белые получают мат. И последняя партия двух советских мастеров. Каталымов и Левицкий. На слон b2, Каталымов и Левицкий, сыгранного фрунзе в 1959 году. Слон b2, f6. Чаще сейчас играют, слон бьёт b4, и после слона e5, конь f6, с небольшим преимуществом у чёрных. После f6, белые ответили e4. Это гамбитный вариант в дебюте Сокольского. Белые жертвуют пешку b4 за инициативу. Слон b4, слон c4, по крайней мере чёрные не могут рокировать. Конь e7, ферзь h5, шах, конь g6. На g6 белые играли бы ферзь f3, чёрным надо играть ладья f8 с неясной позицией. После конь g6 белые играют f4, как в королевском гамбите. Грозит f5, ef, a3. У слона нет хороших отступлений, так как ни на a5, ни на c5 ферзь не даёт. Чёрные пошли d5, слон b5, c6, слон b3, и чёрные предлагают размен ферзей. Ферзь a5. Лучше было сыграть слон d6, но после конь f3 белые стояли несколько лучше. На ферзь a5 белые играют e5. Сильный ход. Теперь слон должен отступать. Слон e7. Здесь, если вы хотите, вы можете нажать на паузу и найти как лучшее продолжение за белых. А белые сыграли слон f7 шаг. И чёрные сразу сдались. Потому что на взятие слона следует ход e6. И белые забирают ферзя на a5. Иначе грозит просто слон b6. Это было моё второе видео по теме дебютные катастрофы. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, пишите комментарии. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok